Ну так, что же это такое? Как я уже сказал, что все ваши мечты и цель и результаты не зависят от обстоятельств везения или наличия каких-то особых значений. Это все зависит от ваших простых составляющих вашей личности, решимости действовать и дисциплины. Мой курс построен на принципах обучения взрослых людей, ведь обучение взрослого человека воспринимается только тогда, когда у него появляется четкая мотивация обучаться, основанная на определенных потребностях и новых знаниях, и их последующем практическом использовании в связке со своими целями и, конечно же, своими ценностями. Что очень важно, что правилом нашей работы будет являться следующее правило. Оно очень простое, но оно говорит о следующем. Решение в этом вопросе принимаете только вы. Вот еще, вместо того, чтобы что думать и как поступать, я хочу научить вас тому, как это можно сделать, а затем вы самостоятельно принимаете свое решение о дальнейших своих действиях. Только вы принимаете решение, и это является основным правилом. Никто не говорит вам здесь, как следует жить. Решение принимайте вы сами. И вы сами обнаружите, как по-разному можно вести себя, и жизнь вокруг вас начнет меняться. Вы будете делать ценные открытия в отношении себя, своих близких и коллег. Я расскажу вам об инструментах, которые точно работают, а те, кто захочет больше, смогут работать со мной лично. Эффективность. Давайте поговорим об эффективности. Что же это такое эффективность? Эффективность это умение делать то, что вы наметили, вне зависимости от своих эмоций. Вот это самое главное. К этому мы идем. И еще раз хочу заострить на этом внимание. Большинство людей что-то делают только когда? Когда хорошо себя чувствуют, когда им это нравится, когда им это в радость, когда над ними стоит руководитель с палкой. Но когда нужно сдавать какой-то проект, а другого выхода вообще нет. Или когда кому-то обещали и не можете сказать нет. Возможно огромное количество внешних причин, по которых все это происходит. Но наша с вами задача научиться работать над собой так, чтобы уметь мотивировать себя вне личных причин. Вне внешней причины. Основываясь именно на своей сильной внутренней мотивации. И для нас это самое главное. Мы с вами пойдем по очень простой схеме. Она элементарная, но в то же время она обеспечивает важные моменты. Обучение этой инвестиции. И мы тратим деньги, время и внимание, потому что мы должны четко понимать, что получим на выходе после процесса обучения. Важный компонент. Он нам всем нужен. Это персональная трансформация. И воодушевление. И если вы получили знания и навыки, замечательную среду и связи, но после этого ваше поведение не поменялось, значит вы не обучались. Важно получить воодушевление. Вам должно захотеться что-то поменять не только в себе, но и в своем окружении. Вам должно быть не скучно, интересно. И это очень важно. Задумайтесь об этих результатах обучения. Всякий раз, когда будете платить деньги или тратить свое время, как это происходит сейчас на нашем с вами курсе. Но очень важный еще другой момент. В современном мире успех приходит тому, кто способен принять и познать самого себя. К тому, кто способен найти в себе силы направить их на изучение себя. Кто способен понять и признать свои сильные стороны и зоны своего развития. Разобраться в истоках своей эффективности и причинах своих неудач. Наш основной принцип и основная идея курса заключается в том, что делать то, что нужно, когда нужно, а не когда хочется. Но при этом не ломая себя. Делать то, что сами решили, не ломая себя в условиях нашего времени. Вот это, мне кажется, самое главное. Мир изменился. 2020 год. Все изменилось кардинальным образом. Это то, какая сейчас жизнь у нас мы могли с вами читать только в фантастических рассказах или романах. Никто, никто бы никогда не поверил, что крупнейшие города мира вдруг опустеют. И люди будут сидеть дома и выходить на улицу будут только пропускам. Никто не думал о том, что вдруг может возникнуть какая-то проблема, которая с одной стороны разъединит всех, а с другой стороны всех объединит. И так мир стал совсем другим. 2020 год полностью изменил нашу жизнь, изменив наше представление о принципах, о системах, о характере, о типе потребления и о многом другом. Но несмотря на изменившиеся внешние условия, наша главная задача научиться жить и работать в этих новых условиях, по-прежнему ставя и достигая свои амбициозные личные и профессиональные цели. Вот в чем наша главная задача. Карантин. Это то слово, которое сейчас мы слышим очень часто. И еще одно. Это удаленная работа. Именно эти два слова и стали нам самыми главными синонимами нашего времени. Почему это так случилось? Да по одной простой причине, что именно слова эти мы слышим чаще всего. Но есть еще другие. Самоизоляция, удаленная работа. Кстати, в удаленной работе управляют директора по персоналу в России и говорили в 2017 году, как о не имеющем никакого перспективы тренде. Но вдруг он одновременно стал нашей реальностью. Вдруг все офисные высотки опустили, люди стали работать дома. И особенность данного момента заключается в том, что вы не видите своих людей. Они от вас не находятся на расстоянии вытянутой руки. Вы не можете похлопать им по плечу. Проблема в том, что мы должны научиться управлять ими. А наши удаленные сотрудники должны научиться управлять собой. Возможно, пока вы еще управляете людьми, которые рядом с вами. Но через какое-то время может все измениться. И они могут встать на удаленной работе. Тогда вам нужно научиться использовать технологии, чтобы получать тот же самый результат. Кстати, как раз личная эффективность и призвана для того, чтобы помочь вам развить имеющиеся у каждого человека способности быть эффективными. Способности достигать цели, работать эффективно и продуктивно. Именно для этого и создан наш с вами курс. Сделать так, чтобы много из того, что сейчас у вас получается не очень хорошо, стало получаться просто отлично. Я часто вижу много успешных людей. Я часто встречаю людей, которым, к сожалению, хронически не хватает времени. Это самостоятельные, целеустремленные и успешные руководители. У каждого из них есть либо бизнес, либо он занимает высокую позицию в компании. И у них есть цели в жизни. Но им всегда некогда. Они погрязли в текучке. У них постоянно разрывается телефон. Они всегда заняты. Они всем нужны. И от этого ощущения своей нужности у них еще больше становится делом. Другие важные и нужные дела, партнеры, люди, коллеги, сотрудники, в любой момент, набирая номер такого успешного человека, вы тут же услышите в телефоне «Алло». А это значит, что у таких людей отсутствует система защиты своего времени. Они перегружены не только своими делами, но и чужими, принимая их в свой круг обязанностей, из-за того, что они не могут отказаться. Моя задача показать и научить вас простым и эффективным инструментам развития и повышения вашей личной эффективности. Причем возможные инструменты вам уже знакомы, но только они, к сожалению, не используются. В ходе нашего курса вы узнаете об основных принципах работы нашего мозга. Вы узнаете о базовых причинах и моделях человеческого поведения. Мы с вами поговорим об основных инструментах. Да, есть еще более сложные техники, но ваша задача сейчас научиться делать это на основном уровне. Запомните, без использования инструментов, а только их знания, ни к чему нельзя прийти. К сожалению, есть очень много руководителей, которые бы пытались делать попытки воплощать в свою жизнь сверхидеи, идеи изменений, но они не могут найти на это время. Они не выполняют никакие правила, они не делают никакие упражнения, они не встраивают в свою жизнь новые привычки. И то, как качественно не были бы составлены их планы, они всегда остаются на бумаге. Чтобы решить эти задачи, мы и создали наш курс для того, чтобы вы познакомились с этой информацией, регулярно внедряли ее в свою практику и, наконец, смогли бы достичь и поставленных вами целей. Нет времени. В процессе нашей сессии и в целом на курсе мы рассмотрим действующие законы управления временем, тайм-менеджментом. И вы узнаете стратегии, которыми можно и нужно следовать, чтобы стать человеком с высокоразвитой личной эффективностью. С проблемой нехватки времени рано или поздно сталкивается любой человек. Как правило, в итоге он приходит к выводу, раз времени не хватает, значит его у меня действительно нет. Он соглашается с этим, потому что не видит других альтернатив. Но это ошибка. Альтернатива есть и очень простая. И она состоит в том, что времени у человека много, но он его не замечает или неэффективно использует. Давайте приведем простой пример. Я вам сейчас приведу простые формулы, которые помогут вам посчитать. Вот возьмем неделю. В неделе 24 часа. На 7 дней получается 168 часов. Если мы возьмем 9 часов на сон, то это получается на 7 дней 63 часа. Если мы возьмем также 8 часов плюс 1 час перерыв на обед, это 9 часов рабочий день, на 5-дневную рабочую неделю, то получится 45. В результате 168 минус сумма 63, 45, 108, то получается 60. 60 это очень большое количество времени. Даже если вы будете работать не 8 часов в неделю, а 9 часов в неделю плюс 1 час, то это будет 10. Тогда у вас будет 50 часов. 50 часов это очень-очень много. Ну что ж, 50 часов этим временем нужно научиться распоряжаться. Но мы часто слышим, что и этого не хватает. Так вот, моя задача научить вас, чтобы вы могли распоряжаться этими 50 или 60 часами правильно. Если же человек по-прежнему твердит, что у него нет времени, значит совершаемые им действия, они крайне неэффективны. И это похоже, знаете, на некое бессознательное состояние, когда ты что-то делаешь по привычке, но не в силах очнуться и понять, что это неправильно. Мы рассмотрим несколько стратегий для обретения возможностей найти время, созданные на основе реальной методики и практики разных экспертов. Чтобы получить желаемое, вам нужно внедрять их в жизнь. Время. Время уникальный элемент, уникальный инструмент. Самая удивительность заключается в том, что время нельзя взять в аренду, нанять, купить или получить каким-линым способом. Этот ресурс всегда ограничен. Как бы ни рост на него спрос, предложение остается на прежнем уровне. У времени нет цены, его нельзя выразить кривой предельной полезности. Более того, время это самый скоропортищийся продукт, его невозможно хранить. И еще, время на самом деле оно просто неоценимо. Ведь как мы можем с вами оценить время? Оно всегда уходит, и вчерашнее время ушло навсегда и безвозвратно. Следовательно, время всегда в дефиците. Более того, оно незаменимо. В определенном смысле мы можем заменить один ресурс другим. Например, если нам нужно заменить алюминий, мы можем взять другое железо. Но мы не можем заменить человека и интеллект. Мы, кстати, можем попытаться заменить какие-то свои функции на компьютер. Но время ничем не заметишь. Ничем не заменишь. Все в жизни требует времени. Это единственное универсальное условие. Любая работа отнимает и поглощает время. И еще, время независимо. Никто не в состоянии изменить его ход, передать или занять вам своего времени. Однако человек живет в двойном времени. Время вообще, то есть сама жизнь и жизнь человека. Это короткий миг по меркам истории. Эти два момента текут параллельно. И ваша жизнь, и жизнь в целом мира. Но наступает момент, когда отпущенное время человека истекает. И тогда цена его времени становится абсолютной. Главное, чтобы для потерянного времени, доля потерянного времени была меньше доли прожитого осознанного. И чтобы произошло именно так, человек должен обладать высокой личной эффективностью. Чтобы обладать высокой личной эффективностью, нам необходимо поступить следующее. Нам нужно научиться управлять временем. Но, как мы только что услышали, управлять временем невозможно. Оно течет вне зависимости от того, что вы о нем думаете. Спите вы или бодрствуете. Стрелки часов вращаются день и ночь. Остановить их невозможно. Как невозможно повернуть время спять или купить у кого-нибудь. А чем же тогда можно управлять? Можно управлять собой, средой, окружением и энергетикой. Вот эти главные моменты, которыми мы с вами можем управлять. А еще мы можем управлять, в том числе и своим здоровьем. Тогда перед нами встает главный вопрос. А как же будет звучать этот главный вопрос? Главный вопрос будет звучать так. Несмотря на то, что у каждого из вас своя история, свои привычки, свой род деятельности, который диктует те или иные правила поведения, это не важно. А соответственно у вас есть свой вопрос. Но я обобщаю многие полученные ответы и обозначу его так. Как все успеть? Действительно, как все успеть? Услышанные мной вопросы звучат примерно одинаково. Как все успеть? Как достичь наибольшей результативности? Как совместить тактическое и оперативное планирование? Как можно сделать, как сохранить максимальную работоспособность в течение дня? Сегодня задача нашего курса сфокусироваться и заключается именно в том, чтобы научить нас грамотно и эффективно управлять собой для максимально продуктивного проживания своего времени, достигая при этом максимального результата. В дальнейшем я буду использовать все-таки в целях курса термин управление временем. Но вы, как профессионалы, уже понимаете, что речь идет об управлении собой. Ну что ж, подведем короткие итоги нашей первой первой сессии. Посмотрим. Личная эффективность, первый блок нашей сессии, самодисциплина и новая реальность. Теперь, как же все успеть?